Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги чисел, перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Ну вот у нас размерено пространство, размерена социальная структура общества, размерено священное, оскверненное, чистое, нечистое. Вот книга чисел все упорядочивает, создает вот некоторый очень размеренный мир. Время. Мы еще не размерили время. Главная точка в календаре Ветхого Израиля – это Пасха. Праздник воспоминаний об исходе из Египта. И нужно описать, как эта Пасха выглядит. Девятая глава этим и занимается. И сказал Господь Моисею в Синайской пустыне в первое новолуние второго года после ухода сынов Израилевых из Египта. Смотрите, только год прошел, как они ушли, совсем немного. Пусть сыны Израилевы совершают Пасху в положенный срок. Совершайте ее в положенный срок 14-й день этого месяца, с наступлением сумерек. Тогда в Египте они отпраздновали, вот, собственно, через год им предстоит повторить. Совершайте ее по всем предписаниям и законам. Ну, в Египте-то они готовились к исходу, а здесь они уже вышли. То есть не все точности повторяется. Моисей повелел сыном Израилевым совершить Пасху. И они совершили Пасху в Синайской пустыне в 14-й день первого месяца, с наступлением сумерек. Сыны Израилевы сделали все в точности так, как повелел Моисею Господь. Ну, а что же вот, если что-то не получилось? Были там люди, которые оказались нечисты из-за прикосновения к мертвому телу и не могли в тот день совершить Пасху. А у нас же прикосновение к мертвому телу делает человека ритуально нечистым. Он не виноват. Он родственника хоронил. Но все равно нельзя. Они в тот же день пришли к Моисею Иерону и сказали, «Мы нечисты из-за прикосновения к мертвому телу. Неужели мы не можем совершить приношение Господу в положенный срок вместе со всеми сынами Израилевыми?» Моисей ответил, «Постойте здесь, я пойду и услышу от Господа, как Он распорядится о вас». Господь сказал Моисею, «Передай сынам Израилевым, если кто-то из вас или ваших потомков осквернится прикосновением к мертвому телу или окажется далеко от дома в пути, он все равно должен совершить Пасху Господню. Пусть он совершит ее в 14-й день 2-го месяца с наступлением сумерек. Пусть он ест пасхального ягненка с пресным хлебом и горькими травами». Собственно, Пасха – это ритуальный пир поедания ягненка. Жертвенного, но все равно ритуальный пир. «Пусть не оставляет его мясо до утра и костей его не ломает. Он должен исполнить все предписания о Пасхе». Соответственно, все переносится на месяц. Не первого, а второго месяца, 14-й день. Но правила не меняются. Надо же, как интересно. Вот нам сегодня и в голову не придет праздновать Пасху на месяц позже. А тогда, да, Пасху надо отпраздновать. Если что-то препятствует, то переносим. «А тот, кто был чист и не был в пути, но Пасху не совершил, будет истреблен и отторгнут от народа своего за то, что не совершил приношение Господу в положенный срок, он будет наказан за свой грех». То есть праздник – это не частное дело, это общинное дело, это делает весь народ. «Если не можешь, то подожди, потом наверстаешь. Если не хочешь, то ты не израильтянин». «Если живущий среди вас переселенец, то есть не израильтянин, желает совершить Пасху Господню, а вот для него это частное дело, он может присоединиться, может нет, он должен исполнить все предписания и законы о Пасхе. Одинаковые правила должны быть у вас и для переселенца, и для уроженца вашей страны». То есть здесь уже понимается их жизнь оседлой в Ханаане, да, уроженец страны. Ну, и так, казалось, все уже устроено, и главный праздник отмечен, поэтому настало время открытия Скинии. Кто ее откроет? «Когда Скиния была поставлена, то всю Скинию, шатер завета, окутало облако, а с вечера до утра словно бы огонь горел над Скинией». Такой знак видимого присутствия Бога. С тех пор так было все время. Скинию окутывало облако, а ночью словно бы огонь горел. «Всякий раз, когда облако поднималось от шатра вверх, сыны Израилевы отправлялись в путь. Там, где облако останавливалось, они разбивали стан. По указанию Господа, сыны Израилевы отправлялись в путь, и по указанию Господа останавливались. Пока облако покоилось на Скинии, они оставались на месте. Если облако долгое время пребывало на Скинии, сыны Израилевы исполняли появление Господа и не трогались с места. А если облако покоилось на Скинии лишь несколько дней, то сыны Израилевы оставались на месте по указанию Господа, а затем по указанию Господа отправлялись в путь. Если облако стояло на месте лишь с вечера до утра, то утром, когда оно поднималось, они сразу отправлялись в путь. Когда облако стояло на месте один день и одну ночь, а затем поднималось, они сразу отправлялись в путь. Сколько бы облако ни пребывало на скине, два дня или месяц или еще дольше, сыны Израилевы все это время оставались на месте и не отправлялись в путь, а когда облако поднималось, они сразу же отправлялись в путь. По указанию Господа они останавливались, и по указанию Господа отправлялись в путь, Так они исполнили появление Господа, данное через Моисея. Долго подробно, с нашей точки зрения, зачем так это все описывать, сказано уже один раз, сколько облака оставалось, столько и они. Но вот здесь он словно удивляется, вот заново подчеркивает, пересказывает, смотрите, смотрите, вот это всегда так было, вот тут ничего такого самовольного не было, это все размеренно, это все упорядочено, это все не абы как делалось. Давайте на это еще раз обратим внимание, говорит нам автор. А как это все было, когда они отправлялись в путь? Об этом 10 глава.